Приветствую вас! Давайте разбираться с тем, что вы написали. Значит, в первую очередь хочется сказать, что депрессия является заболеванием психическим. Если вы считаете, что у вас депрессия, то вам необходимо обратиться к врачеву-психиатру, к клиническому психологу по месту жительства. Вот. Значит, рассмотрите, возможности такого обращения в своем городе, где вы живете. Существуют психоневрологические центры, где вы тоже можете получить необходимую помощь именно в контексте депрессии. То, что вы сами себе ставите диагноз, никак не говорит о наличии у вас или отсутствии депрессии. По поводу того, что вы кормились семьей с 15 лет, а как вы к этому относитесь? Почему так произошло? Насколько вы считаете оправданным то, что вы делаете? Насколько вы считаете справедливым, прямомерным те действия, которые, ну, совершили родители по отношению к вам? И как результат, вот, получилось, что вы, по сути, оказались личиной своего детства. Вот. А почему вы воровали? То есть какая основная была ваша мысль и цель при совершении воровства? Вау! 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 Ваша видимость, вы чего-то хотели. Ээээ, с этим что, это тоже нужно раскрыть, чего вы хотели, когда воровали. Эээ. Немаловажным моментом, является, то, что, эээээээ, вам тяжело, вам плохо. То есть выглядит это, примерно, так. Итак, я своромался, потому что я чего-то хотел, об этом узнали, и теперь я себя за это обвиняю, то есть вам стыдно, вам стыдно за то, что вы сделали, но если посмотреть немножко глубже, то выяснится, что стыдно вам не за то, что вы что-то сделали, или как-то сделали, а стыдно вам немножко за другое, стыдно вам за то, что вы хотели, что здесь есть подавление своих желаний, именно потому что вы свои желания подавляли в угоду родителям, которых вы вынуждены были кормить, вас и проявилось в растворе. Это такая своего рода компенсация, это такая своего рода компенсация того, что вы себе не додали, вот, и конечно это крайне негативно сказывается на вас, с вашими желаниями необходимо работать, с чувством стыда, с избавлением от него необходимо тоже работать, с грамотным распределением своих личных границ, чтобы вы не забывали заботиться о себе и помогать при этом близким людям, так же нужно работать. Вот так я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Сейчас я думаю, что для вас наилучшим решением будет спросить самого себя, почему я решил своровать вообще, то есть вот, чего я хотел. Что мне было нужно, когда я начал, ну или когда я решил вороваться, вот, что я хотел, что мне было нужно и заявить об этих желаниях, собственно говоря, родителям. Вот. С точки зрения психологии человек совершенно не просто так попадает на образцы. С точки зрения психологии человек попадает на образцы, потому что хочет-хочет этого, хочет внимания к себе какого-то, хочет что-то доказать. Хочет, чтобы его заметили. И я думаю, что вполне справедливо предположить, что до тех пор, пока вы, условно говоря, не споровали, родители относились к вам, ну скажем так, ровно. Или сейчас, они относятся к вам по-другому. Вы чувствуете повышенное внимание к себе. И вам за это стыдно. Хотя вам этого хочется. И вот, вам этого хочется, но вы это подавляете. И вот освободить вас от подавления и открыто заявить, чтобы вы открыто заявили о том, чего хотите, является главной задачей нас, как специалистов. Но это определенная работа. Ну это все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова